Два настойчивых заявления Трампа о желании вернуть РФ в Ж-8 – это последнее американское предупреждение организованной преступной группировки из Кремля. Трамп машет перед их носом огромной и сочной морковкой. Возврат в Ж-8 – это автоматическая отмена санкций и прочее. Но по умолчанию это означает и вывод оккупационных войск РФ из Украины, Грузии, Молдовы, выплату компенсаций за оккупацию, прекращение Кремлем кибератак и информационных войн, терактов и т.д. Трамп делает предложение кремлевской ОПГ – давайте встретимся и договоримся об условиях мира не случайно. Заявлением Трампа предшествовала утечка из Госдепа в The Wall Street Journal информации о подготовке встречи Трампа с Путиным. В Кремле сразу стали отрицать ее подготовку и заявлять «это инициатива Вашингтона, мы ничего для организации встречи пока не делаем». Этот ход Госдепа застал их врасплох. Но вскоре МИД РФ заговорил «да, было бы неплохо ее организовать, тем более, что мистер Трамп обещал ее еще полтора года назад». Аналогично и реакция на заявление Трампа. Сначала Лавров 9 июня пробурчал, что РФ никогда не просилась назад в Ж-8 и вообще всем довольна. Но 10 июня актер, играющий роль Путина, находясь в китайском городе Циндао на встрече с ШОС, заявил, что готов принять саммит Ж-8 в Москве и что, по его мнению, РФ никогда и не покидала Ж-8. У Кремля, как обычно, очень специфическое видение истории, даже совсем недавней, но там правильно поняли – это последнее американское предупреждение и то самое предложение, от которого отказаться будет себе дороже. Последнее, так как его делает подследственный Трамп, обвиняемый в связях с кремлевской ОПГ. Несмотря на это, Трамп его делает настойчиво и публично, что означает – повторения не будет. Если и будет, то очень не скоро и не от Трампа. Так что надо принимать, иначе гибридная война коалиции против российского империализма войдет в высокую фазу. И что случится в ней с кремлевским гибридным режимом, как любит называть его политолог Екатерина Шульман, не знает даже Аллах, который дает деньги Кадырову на карманные расходы. О деньгах Кремлю тоже прозрачно намекнули, поместив 9 июня в мировые СМИ информацию о стартовой сумме компенсации Украине за оккупацию России, Крыма и части Донбасса. Это информация Евразия Центр Атлантик Консил, старший научный сотрудник которого Андрес Аслунд подсчитал, что РФ должна выплатить Украине около 100 миллиардов долларов за ущерб, нанесенный оккупацией. И это только государству, без учета ущерба, нанесенного частным лицам, гражданам Украины. Цена Крымского моста – около 5 миллиардов долларов, недостроенного Северного потока-2 – около 10 миллиардов долларов, и Украина может принять их на свой баланс в счет погашения выплаты России компенсации за оккупацию. Беженцам из Крыма и Донбасса, Сенцову, Балуху и другим заложникам Кремля компенсация должна быть выплачена РФ отдельно, подобно тому, как ФРГ и Австрия выплачивали компенсацию лицам, угнанным на работы в Третий рейх. Таков в общих чертах круг вопросов, касающихся Украины, по которым Трампу в Вене предстоит договариваться с Путиным как лицом кремлевской ОПГ, если такая встреча все-таки состоится. Если не состоится и не договорятся, то Трамп уже предусмотрительно назвал Обаму чмом, которое сдало Крым. Теперь Демпартия США будет вынуждена доказывать, что Обама не чмо, как писали русские, а только излишне политкорректный, осторожный, толерантный и еще какой-то политик, что он хотел всем добра и наивно верил. Россияне это в своем большинстве честные и добропорядочные люди. Тем самым они дадут Трампу карт-бланш на исправление ошибки Обамы. Тому самому Дональду Трампу, который на выборах обещал осушить Вашингтонское болото бюрократии и который заодно сможет осушить еще и Кремлевское болото, а также попутно провести мелиорацию всей России. Это то, чего ей именно так не хватает. Можно долго иронизировать на тему, что россияне в 2016 году правильно выбрали своим президентом Трампа и возможно он им таки когда-нибудь будет, но пока стоим перед фактом. Трамп сделал Кремлю последнее американское предупреждение. Так как в Кремле уже четвертый год мечтают о такой встрече и видят ее в форме Ялты-2 как новый раздел мира, то высока вероятность, что она состоится.